Владимир Путин Владимир Путин Владимир Владимирович и так прекрасно знал, кто мог без стука войти к нему, тем более сейчас. Услышав деликатное покашливание, спросил, чем обрадуешь, Сергей Викторович? Трамп разговаривал с ним и выдал гарантии. Эти опять начали хамить и кривляться в ООН. Президент вздохнул и повернулся. Знаю, показали заседание этих обезьян уже. Лавров кивнул и сел в кресло. Достав из кармана портсигар, стал вертеть его в руках. «Да кури ты уже!» – поморщился президент. «И прекращай тянуть кота за резину!» Министр закурил и, выдохнув первую затяжку, поднял глаза на президента. Асад кабиниться начал. «Федерализация его не устраивает уже!» «Черт бы его побрал уже!» «Но сколько можно объяснить ему одно и то же!» «Арабы!» – философски произнес Лавров и глубоко затянулся. «И еще это! Каторцы опять возникают!» «Опять ты со своим катором!» «Помню, помню я о нем!» Владимир Владимирович вновь сел в кресло и несколько секунд побарабанил пальцами по столу. Громкий звонок телефона оторвал его от задумчивости. «Слушаю!» «Приветствую, Владимир!» «Здравствуй, Дональд! Как у нас говорят, будешь долго жить!» «Только сейчас говорили о тебе и твоем разговоре с Петром!» «Владимир, от тебя ничего не утаишь! Но раз ты все знаешь, окей! Будем говорить на чистоту!» «Тебе придется отступиться от Украины! Хотя я по-прежнему готов продать ее!» «Дональд! Ты прекрасно знаешь, что я не буду сокращать ядерное вооружение!» Голос президента стал звучать немного звонче, что происходило каждый раз, когда он начинал злиться. «Лавров затушил сигарету и тот же достал другую из персигара. Путин погрозил ему кулаком, и Лавров, пожав плечами, засунул ее обратно. «Владимир, ты тоже должен меня понять! Дарить Украину тебе никто не будет! Либо покупай, либо уходи! Ничего личного, Владимир!» «Я понял тебя, Дональд! До связи!» Президент резко положил трубку. Трамп, улыбаясь, смотрел на госсекретаря. «Вот так, Микки, надо разговаривать с ним! Доминировать надо! Это залог успешного бизнеса!» Словно услышав его слова за восемь тысяч километров, Путин выругался зло. «Бизнесмен хренов!» Лавров философски произнес. «Американцы!» Путин опять посмотрел на окно, где пламенеющее вечернее солнце словно подразнивало его своими теплыми зовущими лучами. «Пятница! Вечер! Шашлыки!» В дверь громко стукнули два раза. Затем, не ожидая приглашения в кабинет, уверенно зашел министр обороны в полевой форме. Несколькими стремительными шагами, преодолев расстояние от двери до стола, Шойгу, недовольно покосившись на Лаврова, громко произнес. «Володя, чебурашки эти стягивают резервы к первой линии. По данным разведки, наступления начнут сегодня ночью». «Да как даже они успокоятся!» – выругался президент просто для страстки. Успокоиться чебурашки не могли никак. В их случае поговорка «Движение – это жизнь» работала на все 200%. «Хахлы!» – философски раздалось из кресла. Путин бросил короткий взгляд на Лаврова и, увидев, что он опять крутит в пальцах сигарету, вздохнул и только хотел сказать что-то министру, как телефон на столе вновь зазвонил. Путин жестом велел Шойгу присесть рядом с Лавровым. «Добрый день, Владимир!» «Здравствуй, Ангела! Надеюсь, день и вправду добрый. Для кого как, Владимир, нам придется усилить санкции против вас. К сожалению, вы не выполняете ваши обязательства по Минску, и нам, в свою очередь, придется остановить поставки медицинских препаратов в Россию. Но, Ангела, позволь!» «Владимир, я все понимаю, но это суровая реальность, хотя мы готовы приостановить действие этого санкционного пакета, если вы пересмотрите ввозные пошлины на наши продукты. «Ангела, ты же знаешь, я не могу этого сделать. Но это тебе решать, Владимир. До свидания!» «До свидания!» Путин медленно опустил трубку. Лавров, пользуясь задумчивостью президента, все-таки закурил очередную сигарету. Шойгу недовольно поморщился, но ничего не сказал. Несколько секунд он беспокойно ерзал в кресле. Потом не выдержал и спросил у знающего немецкий Лаврова. «Чего там, Сергей Викторович?» Лавров философски выдохнул. «Немцы!» Шойгу озадаченно кивнул. В кабинет без стука, не отрывая взгляда от экрана планшета, вошел Медведев. «Володь, слушай, там у одного губернатора проблема возникла небольшая с ФСБ. Попался он? Помочь бы надо!» Оторвав, наконец, взгляд от экрана, он увидел Лаврова и Шойгу. «О, привет! А чего у нас, заседание что ли какое?» Путин хмуро смотрел перед собой на стол. «А в Таежном сейчас хорошо. Баньку Михалыч, небось, развел. Ведь хотел же рвануть туда. Ну, хоть бы один месяц без эксцессов. Да чего там месяц, неделю хотя бы. Не на секунду оставить нельзя ведь». На очередной звонок он ответил, даже не отрывая мрачного взгляда от полированной поверхности стола. «Алло, Володь, привет! Это я, Александр Григорьевич». «Вечер добрый, Александр Григорьевич». «Володь, ты чего там намудрил с погранцами своими, а?» «Александр Григорьевич, мне пришлось усилить таможенный контроль за вашей продукцией. Вы экспортируете раза в три больше, чем выращиваете». «Володь, да напутали твои чего-то. Все у нас нормально. И вообще нельзя закрываться друг от друга». «Я ж от хаза твоего не закрываюсь. Смотри, Европа тоже много всего интересного предлагает». «Я понял вас, Александр Григорьевич. Ну, бывай». Путин медленно положил телефонную трубку, поднял взгляд на своих министров. Лавров глубокомысленно, глядя в потолок, курил. Шойгу, глядя перед собой, ерзал на кресле. Медведев увлеченно тыкал в экран планшета пальцем. «Господи, как хочется в отпуск». Телефон на столе опять зазвонил. Президент поднял трубку, подержал ее на весу пару мгновений и силой опустил на аппарат. Он повторил эту процедуру еще несколько раз, пока телефон не превратился в кучу мелких осколков. Потом пружинистов встал. Подойдя к Лаврову, молча вырвал у него сигарету. «В коридор выходи, курить!» Сколько раз говорил. Затушив окурок в пепельнице, он подошел к Медведеву, выдернув у него из рук планшет, бросил на пол и два раза стукнул каблуком по экрану. «Дима!» «Володь, я все понял». «Нет, Дмитрий Анатольевич, ты не все понял. Чтоб сегодня вечером у меня доклад на столе был по пяти областям, которые ты еще на прошлой неделе грозился сделать. И губернатор твой, который попался, чтоб сегодня же был в изоляторе. Не дай бог отмазывать будешь». «Понял, понял, Владимир Владимирович». «Сергей Кужегетович, теперь с тобой. Поднимай войска, чтоб сегодня же ночью были под Киевом. Выеживаться они будут. Пока без авиации, но если дернутся, мочи их по полной. А если НАТО? А тогда открывай пусковые шахты и посмотрим на это НАТО». Шойгу слегка поежился, но кивнул. «Сразу, кстати, в Прибалтику пару бригад закинь, чтоб два раза не бегать. И вот еще что. Поднимай все, что есть в Сирии и начинайте утюжить раку. Дальников подключай. Работайте по всей площади». «А как же с мирником быть-то?» Озадаченно спросил Шойгу. «Это днем они мерные, а вечером все они там террористы, чтоб к утру этой раки не осталось. Понял меня?» «Так точно. Разрешите выполнять?» «Давай». Тут оживился Лавров. «Владимир Владимирович, а как же моя просьба, а? Ну раз пошла такая пьянка. Сергей, да отстань ты со своим катаром уже». «Володя», – обиженно протянул Лавров. «Хорошо, если будут выкаблучиваться». «Понял, глаз в них не спущу. Пойдем, Сергей Кужегетович, работы предстоит много». Лавров, приобняв Шойгу, направился к выходу, что-то горячее муф толкового. Министр обороны изредка кивал. Путин посмотрел на притихшего Медведева. «Так, Дмитрий Анатольевич, че сидим? У тебя работы, что ли, нет? Так я это... Давай-давай, иди уже. И скажи, чтоб никого, слышишь, никого со мной не соединяли». «Ага, понял. Ну, я пошел». Оставшись один, Путин выключил мобильный телефон и закрыл ноутбук. Пусть понервничают. Он откинулся в кресле и, закрыв глаза, стал неторопливо покачиваться на кресле. Почему-то вдруг вспомнилась, как в школе учительница постоянно гоняла его за этим занятием. «Володя, не раскачивайся!» Ее голос зазвучал в ушах Владимира Владимировича. Он улыбнулся. Память увлекла его в детство, в такой же погожий весенний вечер. Та девчонка с синим бантом. Проснулся он только утром. Несмотря на удобное кресло, тело сильно затекло. Сладко потянувшись, Путин невольно сбросил укрывавший его плед. Кто-то из референтов заботливо укрыл его ночью. Путин бросил взгляд в окно. Наверное, уже не менее девяти часов. За окном вовсю блескался новый день. Вот это он даванул. Президент радостно улыбнулся. Однако шулыбка быстро слетела с его лица. «Блин, чего там в мире-то?» Он вчера погорячился. Немного. Путин поежился. Глянул на стол. Пока он спал, разбитый телефон заменили на новый. В кабинет, как всегда, без стука вошел Лавров. «Доброе утро, Владимир Владимирович!» «Как там?» «Нормально!» Лавров достал из портсигара сигарету и укрутил ее в руках. «Да кури ты уже!» Поморщился президент. «И не тяни, рассказывай!» Лавров прикурил, затянулся и шумно выдохнув сказал. «Да ничего особо рассказывать. Наши войска под Киевом встали. Потери большие?» «Нету потерь. Они как разглядели, кто идет стрелять перестали. Офицеры, кто поглубее, разбежались. Ну, а кто поумнее, сразу договариваться вышли. Мы их даже не разоружали. А в Сирии что?» Ну, всю раку, конечно, не успели. Но прилично так потоптались. Террористы оттуда уже почти все свалили. Путин встал с кресла и прошелся по кабинету, разминая ноги. Подойдя к двери, он выглянул за нее и подозвал дежурившего референта. «Пусть включат связь». Референт кивнул, и Путин неторопливыми шагами вернулся в кресло. «А в Прибалтике что?» «Да они, по-моему, и не заметили ничего». «Натовцы, правда, начали чего-то возмущаться». «Да мы их не трогали». Лавров затушил сигарету. «Владимир Владимирович, Катор вчера зазвонил телефон на столе». Путин махнул рукой Лаврову и поднял трубку. «Алло, Владимир, у меня серьезный разговор по поводу вчерашнего». «Эээ, Дональд, понимаете?» «Владимир, я прекрасно понимаю, что Восточная Европа – это ваш курятник. Но начиная с Австрии и Швейцарии, вы должны остановиться». «Ну ладно, Австрию можно обсудить, но Швейцария...» «Нет, Владимир». «Хорошо, Дональд, будем обсуждать». Путин медленно опустил трубку. За 8 тысяч километров от него президент Трамп подмигнул госсекретарю. «Вот так, Микки. Как я и говорил, главное в разговоре с ним доминировать – это как в бизнесе». Путин молча смотрел на телефон, ожидая следующего звонка. Долго ждать не пришлось. «Доброе утро, Владимир». «Доброе утро, Ангела». «Владимир, даже не рассчитывайте на Берлин. Я понимаю, что Восточная Германия принадлежит вам, но Берлин разделить не получится». «Ангела, понимаете...» Меркель перебила его, чуть не плача. «Володя, ну поймите, у меня выборы на носу. Подождите хотя бы полгода, а потом можно будет и весь Берлин забрать. Я вас умоляю». «Хорошо, Ангела, обсудим. Приличной встречи. До свидания, Владимир». Путин посмотрел на Лаврова. «Как там, Асад?» «Нормально. Завтра представит нам новый проект по федерализации». Путин кивнул. Лавров помялся несколько минут. «Владимир Владимирович, по поводу Катара». Очередной звонок опять не дал ему договорить. «Алло, Володя, это я, Саня. Слушай, ну я думаю, пора нам объединяться. Границы, валюта, общая власть – только одно условие. Пост мой пусть остается. Президент». «Александр Григорьевич, тут ведь вот...» «Володя, да ладно, ну какой Григорьевич? Саня я же». «Владимир Владимирович, не за себя ведь прошу, за сынешку. Я же его к президентству с рождения готовлю. Но ведь все равно, как пост называется, а?» «Хорошо, Александр Григорьевич, обсудим». Опустив трубку, Путин несколько секунд смотрел на Лаврова. «Ладно, рассказывай, что там с Катаром?» «Китайцы просили передать, что им придется официально осудить. Ну, а так поздравления передают». «Чего осудить-то?» Лавров отвел взгляд. «Ну как же? Разбомбили мы Катар. Немножко. Совсем. Я, по-моему, не отдавал такого приказа». «Володь, ну ладно тебе. Сам же сказал, если они чего не так? Ну, и чего они не так?» «Да все они не так. Давно уже не так». Путин махнул рукой. «Ладно, добился своего». Лавров посмотрел на президента. «Володь, а чё это ты вчера, а?» Путин встал и медленно подошел к окну, за которым радостно плескался субботний день. «Да не знаю, психанул чё-то. В отпуск поеду, наверное». Михаил Дмитриев. Ссылка на источник в конце статьи. «Володь, а чё это ты вчера?»